Значит, в прошлый раз я обещал почитать большую статью Мальбима, которая называется «Шмот Веримзей Гамешкан», значит, это комментарий к книге «Шмот» у него, где он, среди всего прочего, просто помещает вставную огромную новеллу на тему как понимать Мешкан в некотором таком вполне каббалистическом смысле, и он, я даже не знаю, я бы сказал слово «хасидут», потому что стилистически это не столько каббала, сколько стиль хасидский у него очень. Я не уверен, что Мальбим был хасидом, просто по месту и по времени не проходит, потому что, ну, для тех, кто не знает, Мальбим, Равен Мэйр Лейбуш Мальбим, он жил в городе Унварте, основное его место, то бишь это Ужгород, и это Венгрия, естественно, по тем временам. А хасидизм в Венгрии был не очень-то распространен по разным причинам. Значит, тем не менее, стилистически он вполне себе хасидский, такой комментарий в некотором смысле, и он намного больше, чем я думал, как это ни странно оказался. Значит, начинается он со следующего предисловия, довольно длинного. Значит, я сразу забегаю вперед, скажу, что если будет или непонятно, или неинтересно, скажите, я просто перейду тогда дальше. Значит, начинается он с следующего предисловия. Вся Мциуд, вот такое слово есть специальное, Мциуд – это все, что имеется, то есть реальность, но имеется в виду физическая реальность, называется большим человеком. А именно, как каждый член человека соединяется и объединяется в некоторое единое целого, так что в результате человек состоит из кучи разных органов, но все вместе все-таки это один человек. Настолько, что ежели чего-то будет не хватать, то это будет дефект для всего тела, так и, значит, и так, в общем-то, человек, давайте я попробую не столько читать, сколько рассказывать все-таки. Значит, что человек состоит из кучи членов. Эти члены как-то объединяются в некоторое единое целое. Тем не менее, все-таки человек, личность человека – это не коллекция разъединенных органов, разъединенных частей тела. Человек – это некоторая их сборка всех этих частей, единое целое. И, собственно говоря, главное в человеке – это то, что называется душа. И именно душа, она делает человека человеком. Ну вот, по словам душа в данный момент имеется в виду не просто личность, а немножко большее, и это будет ясно дальше. Подобным образом, вот дальше следует слово очень любимое в Хабаде, слово «эллатут» – божественность, распространяет свой свет и свою жизненность на все части Вселенной. На все части Вселенной в данном случае это весь мир, включая высшие миры. И она является душой большого мира. Получается следующее. Картина, которая рисует перед нами Мальбем, сводится к следующей мысли. Что есть как бы человек, который становится человеком, когда тело объединяется в единое целое душой. Точно так же Бог является в некотором смысле душой мира, который объединяет весь мир в единое целое. В результате у нас получается довольно важный момент. Что есть некоторая аналогия между человеком и его душой, и Богом, и всем миром. Вот два тела, как бы есть тело маленькое и тело большое. Есть душа маленькая и душа большая. При этом Мальбем говорит следующее, что жизнь и, собственно, изливаемая жизненность, которая в человеке идет от души, точно так же жизненность всех миров идет от Всевышнего. При этом есть и там, и там есть некоторая тонкость, что если душа вещь неуловимая в человеке, то точно так же душа мира плохо воспринимается. В результате у нас получается следующее, что если человек – это его душа, тело, давайте так скажем, а тело – это не более чем оболочка для души, одежда для души. Или, как в таких случаях говорится, что человеком называется не оболочка его, а его личность, его душа. А тело – это не более чем нарушенная одежда, точно так же мудрецы, точнее, говорят буквально следующую фразу. Это действительно довольно важная фраза. В «Бамидбар-раба» и в «Мидраш-кагэла», которая говорит так. «Велика мощь пророков, которую подавляют высшую силу человеку». Или в высказывании в «Берешит-раба» это «Мидабим хацурала-йоцра», которую подавляют «Горшок гончару». Вот давайте вот такой вот переводим. Извините, можно это еще раз повторить? Я не очень поняла, что это означает. Сейчас я объясню. Дело в том, что пророки, вот давайте так, слово «йоцер», да, слово «йоцер», оно у «хазаль» означает вообще «мастеровой», но чаще всего применяется к горшечникам. «Мастеровой» – основной термин, он вообще-то в основном кипит. Вообще уподобить горшок тому, кто его сделал, довольно сложно. И это просто, ну, очень странная вещь. Все-таки мы не употребляем телевизор телевизионных дел мастера. Тем не менее, мудрецы регулярно употребляют, мудрецы-пророки, регулярно описывают Бога как воина, например, как мудреца, как человека. То есть, иными словами, они делают некоторое приравнивание, причем всегда образное приравнивание Бога к человеку. Это неправильное дело, и, например, с этим старательно борются Рамбом, но при этом Рамбом в какой-то момент довольно активно сдается. Мы видим, на самом деле, вот это интересный довольно-таки момент. Если в Муренову Хин книги, адресованные философом, Рамбом старательно борются с попыткой уподобить Бога человеку хоть как-то, и он с этим борется решительнейшим образом, то в письмах у него проходит некоторая важная вещь, что это настолько противоестественный ход мысли для простого человека, что, в общем, он на старости лет решил с этим особо не бороться. Мысль сводится к следующему, что человек не в состоянии, просто психиза человека так устроена, не в состоянии общаться с нечеловеком. По этому поводу любой хозяин собаки очеловечивает свою собаку, потому что иначе он не может с ней общаться. Хозяин автомобиля очеловечивает автомобиль и беседует с ним как с человеком. Хотя понятно, что хозяин автомобиля не думает, что его машина – это человек, и, впрочем, хозяева собак тоже знают разницу между людьми и собаками. Тем не менее, попытка полностью отказаться от некоторых уподоблений Бога человеку просто невозможна в силу устройства психики человека. Когда пророки решительным образом уподобляют Бога человеку, или, в данном случае, Мальдем собирается говорить про большого человека, вселенная как большого человека, а божественность, божественный свет, точнее, это его душа, вот этого мира, то это уподобление идет еще со времен философов, ой, со времен пророков, извините, я говорил, со времен пророков. Единственная тонкость, и она довольно важная, и она здесь будет дальше и довольно активно проводится, что, например, в «Видении Хескеля», которое во всем этом тексте у Мальдема имеет большое значение, когда говорят о взаимоотношениях Бога и мира, говорят про то, что в нашем мире проявляется его свет. Разница между Богом, как душой мира, и человеком, как оболочкой для души человека, она довольно простая, что для Бога, если не будет мира, ничего не изменится, для человека меняется абсолютно все, включая, например, структуру души. Вот там, скажем, если мы говорим о еврейских всевозможных, анатомиях души, то структура души, она довольно сложная, и когда душа теряет тело, вот эту оболочку, то структура души меняется на самом деле. Для Бога ничего не поменяется. И в «Видении Хескеля» мы хорошо видим вот эту тонкость. Ихескель описывает, обратите внимание, колесницу Всевышнего, а не описывает самого Всевышнего никогда. И это очень важный момент. Точно так же, когда мы говорим о подобии Вселенной, как тело человека, одушевленной Богом, то мы все-таки некоторую поправку вынуждены принять здесь. А да, похоже, но это очень, вот как говорят, три недраша подряд, вот это уподобление, оно очень лихое. Велика сила пророков, которые умудрились уподобить шемедомин, цурал и юцер, которые делают, проводят вот это подобие. То есть это весьма лихая аналогия. Вот здесь понятно, о чем я говорю, да? Смотрите, одна из... Давайте я по-другому попробую все то же самое. Просто так как Мальдем здесь крутится вокруг этих проблем, то нам придется об этом говорить. Может быть, чуть-чуть ниже будет немножко легче говорить, когда более конкретно, потому что то, что я сейчас говорю, несколько может быть абстрактным. Но... Давайте по-другому. В любых построениях еврейских взаимоотношений Бога и мира приходится провести некоторую перегородку поставить между Богом и миром. Вопрос всегда только один. Где мы эту перегородку поставим? Просто потому, что Бог намного больше этого мира. А человек в состоянии воспринимать только то, что есть в этом мире. По этому поводу, вот, например, Брасловское построение, очень важное для многих вещей, состоит в том, что между Богом и миром находится некая пропасть. Эта пропасть, она... Это граница, но это граница, ну, то, что математики называют открытая, разомкнутая. Она не вот круг, которым можно упереться, ничего подобного. Там можно двигаться, но... Ты можешь двигаться там бесконечно, но при этом дальше определенные зоны пройти невозможно. Вот такая аналогия. Точно то же самое. При взаимоотношении с Богом мы можем говорить про взаимоотношения с Его светом, разлитым в этом мире. Вот когда говорят о божественности, от слова элакут, когда употребляют, то имеют в виду именно вот это. Вот эту сторону. Что как бы мы имеем часть с той частью Бога, которая разлита в этом мире. Хотя мы понимаем, что Бог намного больше. По этому поводу верно ведь еще и обратно. Обратно в данном случае выглядит так, что если мы уподобляем весь мир, всю Вселенную Богу, извините, всю Вселенную человеку, то верно и обратно. Что точно так же человек, в некотором смысле, он подобие всей Вселенной. И то, что учат про Вселенную, можно учить про человека. С маленькой тонкостью, которая довольно важна. Эта тонкость проистекает из книги Ецера. В книге Ецера многократно говорится следующее, что из одного источника происходит Олам Шанавенепиш. Значит, мир, история и история, как временные какие-то явления, связанные с временем, и душа. Это означает, что они не происходят друг от друга. Но подобные явления, которые происходят в мире, происходят в человеке и происходят во времени. связь между ними, для тех, кто знает статистику, скажем, математическую, он хорошо знает, что когда коэффициент корреляции между двумя явлениями где-то порядка трети, то это чаще всего свидетельствует в зависимости от какой-то другой величины. То есть есть где-то источник, вот этот источник разбивается на три. Когда мы теперь смотрим человека, время и Вселенную, они, конечно, схожи, но это схожесть не прямая, это схожесть братьев, а не родительская. Ого, я наконец понял. Это схожсть братская, а не родительская. Не детей родителей. Так вот, по этому поводу человека можно уподобить Вселенной, но это уподобление должно быть довольно аккуратным. По этому поводу Мальден приводит очень важную для него аналогию, когда говорит, что человек и Вселенная подобны, он приводит очень важную аналогию, которая ему понадобится для будущего. Все знают эксперимент с двумя камертонами. Вот если поставить два камертона друг против друга, с резонаторными ящиками, направленными друг на друга, и ударить по одному из них, то войдет, то начнет звучать второй. Вот это взаимное влияние. Так вот, точно так же. Если человек приходит в некоторое состояние, он вызывает ответное звучание Вселенной. Вот для чего все это нужно было Мальдену? Для того, чтобы сказать, что если человек, человек звучит веселая, счастливая музыка, то она отвечает, то Вселенная отвечает такой же музыкой. Если человеку звучат диссонансы, то Вселенная отвечает ему диссонансами. И в результате этого возникает связь между человеком и Вселенной. Я хочу обратить внимание, что эта связь, она у него не колдовская и не магическая. Эта связь, естественно, физическая. То есть ответ Вселенной человеку связан с родством человека со Вселенной, со сходностью устройств. Потому что понятно, что от того, что вы ударите по камертону, рояль не зазвенит. Он не родственник к камертону. Вам нужно подобие инструментов несколько более близкое, для того, чтобы один заставлялся верчать другой. По этому поводу Мальден продолжает вторую очень важную вещь. Каждый человек по отдельности довольно мал. Если мы не говорим про Моше, Робейну, то каждый человек, он в некотором смысле ничтожен. Он слишком мелок для того, чтобы зазвучать Вселенную. Точнее. Безусловно, есть отдельные люди, такие как Моше, которые сами по себе влияют на все. Но такой человек был один за всю историю. Поэтому это неинтересный случай в том смысле, то есть это самый интересный случай, но при этом он неинтересен для нашей темы. по этому поводу для того, чтобы человек мог заставить звучать Вселенную, должно быть несколько людей, действующих в унисон. И тут выясняется довольно любопытный момент, о котором мудрецы активно говорят, что есть большая разница между одним человеком и народом. А именно каждый человек, это все-таки при том, что он представляет собой малую Вселенную, все же он не более, чем маленькая искра в мире. и по этому поводу, когда мы говорим, что каждый человек – это чудо, то это чудо весьма миниатюрное. Это какая-то некоторая искра куда более большого сооружения. Мудрецы по этому поводу в трактате «Броход», например, когда говорят о еде, говорят буквально следующее, что начало Беркадзамазон, как вы помните, отличается, когда ест один человек, когда едят трое, когда едят десять человек, когда едят десять тысяч человек в следующей стадии, и когда едят шеста тысяч человек вместе. Я напоминаю, что в зиму когда три человека говорят «рабося гаван и варех», господа, давайте благословим, когда десять «хаван и варех элокейну», давайте благословим Бога, то есть добавляется имя, когда сто, то там длинная фраза «рабося гаван и варех элокейну», там есть длинная фраза в Сидури, и есть специальная фраза, когда едят десять тысяч человек. Сам Мабин говорит, что это некоторый эффект, сравнимый с светом от одной свечи, от двух и от десяти свечей. Понятно, что сила света от ста свечей и от тысячи свечей не складывается в лоб. Если вы сложите, то, конечно, будет меньше, чем сила квадратичного закона, света будет меньше. То же самое. Дело в том, что для того, чтобы куча народу могли объединиться и светить по-другому, вам нужна еще некоторая структурная явление. По этому поводу, на самом деле, как это ни странно, мудрецы утверждают, что для того, чтобы хорошо действовать на мир, хорошо светиться, нужно 22 тысячи человек. Я не говорю про крайний случай 600 тысяч, потому что это ясно, что это другая тема совсем становится, когда собирается 600 тысяч, это весь народ Израиля, это, но когда мы говорим про действительно хорошее влияние на мир, мудрецы оценивают количество людей, которые могут повлиять, 22 тысячи. Подозреваю, что 22 тысячи это некоторый опыт, просто потому, что там обязательно окажутся все нужные элементы, потому что люди, они тоже ведь разные, и в картинке, которую вы сложите, они будут действовать по-разному. по этому поводу. По этому поводу. Довольно важный момент. Вот когда я сказал про Моше, Моше на самом деле один мог заменить собой Мошка. Но один такой. Когда вам нужно для народа, вам одного такого человека не хватит, и поэтому поводу составляется Мешкан, который теперь, вот теперь важно. Мешкан, что Мешкан, а потом и храм юрисалимский, он опять повторяет структуру человека и структуру вселенной. Вот это важнейший момент. Иными словами, Мешкан повторяет структуру человека для того, чтобы действовать на всю вселенную. То есть у нас получается вот такая триада. Есть Мешкан, есть вселенная, есть человек. Как гецира у нас целенная, время и человек. Ну и душа, в данном случае шана. Там термин олам, шана, вне, значит, мир, год и человек. Вот Мешкан в этой периоде в некотором смысле это время, но ровно поэтому в Мешкане все идет именно по кругам, годовым циклом. Хотя при этом чуть-чуть аккуратно с такими вещами, надо всегда понимать, что мы касаемся весьма сложной темы. И Мешкан у нас Аарон, который является символом великолепия, но в кубалистической терминологии он год, а Моше это нецах, то есть книга это вечность, а храм это великолепие земное, да, тем не менее. Значит, по этому поводу храм, он тоже повторяет человека, точнее повторяет в некотором смысле тело человека, для того, чтобы в него можно было заключить нечто вроде души. Вот эта душа, которая будет включена в храм и которая сделает его отушевленной, она несколько сложна, потому что это место поцелуя неба и земли, как известно из Медраша, и это действительно очень хорошо, но это место как бы встречи, где Душахань Тибатухама, это место, где пребывает с одной стороны Бог, с другой стороны место, которое готовят для пребывания Бога, делают люди, причем не один человек, а народ в церкви. По этому поводу про душу храма это отдельно, чуть-чуть дальше, но фигурально говоря, храм структурно должен повторять вселенную, а тем самым повторяет душу. я не извините, пожалуйста, у меня сообщение о ром реквесту контроль your камера, я не знаю, что это значит, ну хорошо, давайте да, апруф, и что? Кто-нибудь понял, что это такое и сделал? у нас все по-прежнему, все по-прежнему, да, просто у меня какое-то сообщение было. Все отлично, все слышно. Все слышно, хорошо. Значит, вот теперь, вот в результате у нас возникла вот такая тройная картина, которая позволяет все объединить. Вот с этого момента разговор начинается намного проще ровно потому, что из некоторых рассуждений такого, как это назовем, какое бы слово употребить, эзотерического характера, мы переходим куда более к конкретным вещам и всегда, когда общие рассуждения уступают конкретике, становится намного проще. Как известно, вообще-то человеческое тело принято разделять на три части. Кроме опорно-двигательного аппарата рук и ног, да, которые как бы понятны. средства перемещения, то по этому поводу принято разделять на голову то, что находится в грудной клетке и то, что находится от грудной клетки до и ниже, то есть брюшную полость. по этому поводу в Кабале принято говорить про то, что принятая терминология, что в голове находится что она мишкан ленепеш мхамаскэла. Она храм для души мыслищей. Вот дальше чуть-чуть аккуратно с этим надо просто терминологией договориться. Грудная клетка это душа хахиунит, дающая жизнь, а нижняя это душа хахиунит. Вот давайте чуть-чуть аккуратно. Три души, о которых мы в данном случае говорим, это не совсем рамбом, который будет долго объяснять, что там пять душ, о которых говорится в философии душа это одна и та же, это просто разное проявление одной души. В Кабале чуть-чуть по-другому это устроено и как бы говорится следующее, что есть, вот когда мы говорим про Медабер, то мы имеем в виду про говорящего, то есть мы говорим о вербально мыслящей душе. то, что дает жизнь, имеется в виду поддерживает жизнь, это система легкие сердца, это именно вот этот двигатель, жизненный двигатель всего тела, да, то есть топка, ну вот в современной терминологии это кислород и агрегат, который все это дело поддерживает, а то, что внизу природная душа, она же растительная на самом деле часть организма, растительная часть организма считается еда, размножение вот этой функции свойственным растениям. ну давайте я по-другому чуть-чуть, вот довольно принято в философской литературе нет каббалистической, но они очень сильно стыкуются, эти две литературы, у евреев по крайней мере. Считать так, что растительная душа это то, что делают растения, то есть они практически не двигаются, но зато едят и размножаются, животные еще перемещаются, а человек еще вербально мыслит. мыслит словами. Вот это я специально современный термин говорю, но дело в том, что этот современный термин, он современ античный, дело в том, что мышление и речь хайнухах, это идет, что это одно, что это эквивалентные термины, это еще в античное время принято, а у евреев это видно из перевода на арамейский из перевода на арамейский рассказ о сотворении человека, где мы читаем и вдохнув его ноздри душу живую, тогда Человек душою живой – это седьмой стих. И перевод Онкелоса, который раньше обращает внимание, И стал человек духом, обратите внимание на переход, но он прямо в стихе, стал духом говорящим. Так как я предполагаю, что вы все знаете и врит на уровне и знать разницу между нефечной, шама и роах, то роах в Танахе, когда, если мы не говорим про книгу Кахелет, а про более ранние книги, то роах – это личность, это именно личность в социальной сфере, это личность мыслящая именно. То есть нельзя сказать, вот обратите внимание, в русском языке есть некоторая проблема. «Человек с сильным духом», да, обратите внимание, вот это калька с ивритой, потому что дух в данном случае – это ивритское слово, просто калькированное в русском. «Сильной душою» – это способность к выживанию, а «сильным духом» – это способность к… даже не знаю, какое слово употребить, к ментальной, ментальная устойчивость такая, или заставить ментально других это самое. Так вот, когда мы говорим про интеллект, то есть речь и интеллект, мы говорим про голову, хотя при этом, я даже приведу бы некоторый спор в Палмуде по этому поводу, и он довольно важен. По этому поводу вот эти три части, которые в человеке – голова, грудная клетка, да, и растительная часть, да, то есть переваривание, еда, размножение – в храме тоже как бы есть три помещения. В храме есть святая святых, которая соответствует голове. храме, в храме есть улам, зала, я не знаю, какое слово лучше, он же гейхаль – дворец, он же зала, это соответствует грудной клетке. грудной клетке, и дальше, если выйти двор, то это соответствует брюшной полости. Соответственно, те инструменты, которые находятся в каждой из этих частей, соответствует той или иной части человека. хотя и в таких случаях говорят следующее, что двор храма или же мешкана соответствует брюшной полости, сам здание храма до завесы святая святых будет соответствовать грудной полости, да, или как он называется, от шеи до диафрагмы. – Клетка? – Аминь. – Ну вот, то, что внутри, но сама эта клетка, давайте так, ниже Мальбин приведет некоторый пример, что, обратите внимание, что 22 ребра человека справа и слева по 11 с каждой стороны, справа и слева в храме стоит по 11, ну, 10 плюс 1, по 11 крошин, по 11 брусьев, из которых создана, ну, стенка там сборная из брусьев, да, злощанок, которые соединены в бариях, то есть, как бы, позвоночника. То есть, вот это вот 11 и 11, оно вот, то, что вот приводят Мальбин – это очень удачный пример, который вот показывает, о каком районе идет речь в данном случае. И вот, ну, в данном случае мне, для того, чтобы не звучать совсем уж лихо и юридично, что инструменты, предметы, которые находятся во дворе, похожи со всех сторон на инструменты растительной души, которая, это желудок и все, и пищеварительная система, которая переваривает и выводит афарханеркаплахутс, который выводит, я слово хорошее не могу подобрать, афар – это сожженное, да, и сгнившее наружу. И, подобно тому, во дворе храма находится жертвенник, который ест и переваривает духовную еду и хлеба Гошема, и там были сирота, обратите внимание на вот это злостное слово, которое употребляет Мальбин – горшки для того, чтобы очищать от шлаков. Понятно, да, вот аналогия здесь, вот пока вот, если не переходить к конкретным деталям, аналогия здесь совершенно понятна и прозрачна. Дальше вот здесь опять я надеюсь, что в данном случае я имею дело с людьми, которые готовы понять. Дело в том, что у Мальбима система четырех миров отличается довольно сильно от системы прошлого. Дело в том, что он Олам Гальгалеем перемещает в наш мир, и дальше он начинает говорить про введение Хескеля. Так как я не хочу говорить про введение Хескеля, мне кажется, что у нас это слишком далеко введет, а дело в том, что Мальбим комментирует очень старательно введение Хескеля, именно колесницу, но он комментирует как текст. При этом он в предисловии книги Хескеля произносит фразу, ну произносит, он ее пишет на бумаге, произносит фразу, что то, что писал Рамбом про колесницу сильно устарело и не соответствует нынешнему состоянию науки. Имеется в виду следующее. Дело в том, что Рамбом свой комментарий к введению Хескеля, который подвергся довольно жесткой критике, между прочим, например, такого человека, как Абарбанель, который, ну просто имеется отдельная книжка, где он пытается доказать, что все показано Рамбом про введение Хескеля, не лезет ни в какие ворота. Просто довольно грубая у него есть отдельная, она помещается, кстати, в конце классического издания Мурана Вухим с четырьмя комментариями, то издание, которое вводит Ибн Крестес. И Абарбанель в конце там помещает его критика построения Рамбом. Но дело в том, что Рамбом его введение Хескеля очень сильно опирается на современную Рамбову астрономию. А так как вся эта астрономия ко времен Мальдема, это XIX век, сильно устарела, то Мальдем просто отвергает весь комментарий ровно по причине того, что если вы так сильно опираетесь не на традицию, а на астрономию, то тогда извините, если ваша астрономия несостоятельна, то и комментарий несостоятельный. И он это пишет открытым текстом абсолютно. Так что не ко мне претензий. Но он будет довольно много об этом говорить, но нам важнее совершенно другое, что здесь начинается действительно вещь, которая глубоко в еврейской традиции, и вы ее найдете, например, у Робейну Хаима ибн Атайра в его комментариях к Торе Орга Хаим. Вы ее найдете довольно много у кого. А именно структура, как выглядит мысль. Дело в том, что когда Мальдем и любой комментатор, если он начнет с аналогии между человеком и храмом, то ему придется говорить, уже приедя к конкретике, то тогда святая святых… Мальдем уже сказал, что это голова. тогда в этой голове у нас находится, как не трудно догадаться, Арон со скрижалями, над которыми завешаны хирурги. Понятно, что очень удобно считать, что Арон с двумя скрижалями представляет себе два полушария мозга, да, то есть Арон как бы у нас черепушка, и две скрижали, и скрижали, которые там, ну на самом деле он говорит про Ра, там четыре скрижали, как известно, первоначально в Ароне лежали две разбитые, с которых улетели буквы, и две цели. И еще там лежал свитектонный вообще, для тех, кто помнит. Значит, он говорит про четыре части мозга, он их называет «Анатомически», по-моему, нам это не очень интересно, но дело в том, что здесь начинается самая некоторая важная часть. Дело в том, что выше Рамбер сказал, что голова и мозг соответствуют «нефишвамаскэлл» – душе мыслищей. Проблема в том, что он еще не сказал, что он понимает под этим. Выглядит ситуация так. Традиционно в еврейской традиции существует как бы две верхние сферы – это хохма и бина. Про даат мы молчим пока, по причинам, которые, по-моему, не здесь место говорить, но их две – хохма и бина. В системе Мальдема совершенно очевидно, я не читал его каббалистических книг, но очевидно, я не знаю, существуют ли такие, по-моему, нет, но совершенно очевидно, что он даат считает псевдосферой. Это отдельная тема, как это устроено. Она здесь такая сфера, но она как бы называется псевдосфера в этом случае. Хохма, значит, по этому поводу я хочу просто процитировать опять его. В каббале принято хохма относить к мозгу, а бина к сердцу. По этому поводу в Дзогаре сказано, что хохма – это мозг, но это мысль снаружи, а бина – это мысль внутренняя. Потому что нам известна разница между хохма и бина. хохма – это принятая вещь, которая относится к тому, что человек постигает и воспринимает через учебу и через мышление. Но человек не сам по себе не в состоянии понять пути хохма. Она дана ему от Всевышнего через Тору или пророчество. Бина – это то, что человек понимает сам посредством человеческого разона. хохма. По этому поводу традиционно бина относит человек к сердцу, ибо от него приходят некоторые вещи, которые поднимаются в мозг. Хохма, которая приходит от влияния Бога свыше, который превышает разум человечества, и это влияние падает на мозг, и силу мысли, и воображение, которое превышает разум человека. По этому поводу в Елкут-Шимоне, в книге Муис-Мэй, это Медраж, спрашивают, где находится хохма, эпоха хмама Цуя. Раби Элиэзар говорит в голове, Раби Элиэзар говорит в сердце. Давид начинает свою книгу с буквы Аллаш, потому что считает, что хохма находится в голове. Ну, понятно, что он имеет в виду книга Тгелима, которая начинается со Шрей, слово начинающего Аллаш. Каждый из них, Раби Элиэзар и Раби Эгощуа, говорит о своем. Раби Элиэзар говорит о мудрости, которая приходит через влияние Бога, и которой человеческий разум не властен. И это, и об этом говорит Давид в книге, написанной в Руах Акодыш, Святым Духом. Раби Эгощуа говорит про человеческий разум. И точно так же, Сломо, книгу Мислей, когда мы говорим про книгу Сломо, это книга Мислей. Сломо, Мислей Шломо, притча Шломо, Бен Давид, Мелых Исраэль, Ладат, Хохма, Мусат, Лыгавин и Мрэйбина. Книга Мишлей, она про человеческий разум, безусловно, одобрена. По этому поводу вот теперь вот эта традиция про разум, который нечеловеческий, в том смысле, в каком разуму нельзя повелеть и в каком смысле человек не властен над разумом. Дело в том, что вот эта традиция, которая как бы в человеке разделяет разум на две половины. На логический разум, который может приобрести нормальные инструменты мышления, анализ, синтез, логика, аналогия, индукция. Ну, вот все эти классические приемы мышления – это бина. Это то, что строится. Это то, что человек приобретает. Это то, чему человек обучает в школе, ну, дома в школе, в институтах. Это именно инструментер, это инструментальный разум. Но дело в том, что то, чего всегда говорят еврейские авторы и говорили издокно, что на самом деле разум, кроме инструментальной части, еще имеет некую неуловимую часть, которую в таких случаях употребляет термин кетер – венец. То, что находится, кетер – это то, что придает величие, но находится вне человека. Вот есть некоторый разум, который как бы не спосылается свыше. Но я хочу обратить внимание, это не разум Платона. Это не узнавание через воспоминания. К Платону вся эта история не имеет ни малейшего отношения. Куда более тонко. Это разум не инструментальный, и который является тем самым, что человек сам не ожидает, как он додумывается. Некоторые вещи, они появляются непонятно откуда. И в этом смысле, когда говорят про женский и мужской разум, и когда говорят, в чем женщина превосходит мужчину, то как раз, если за мужчиной признается сила инструментального разума, тут сравнительно, понимаете, разница не качественная, а количественная, то за женщиной признается вот этот разум, который не инструментальный. это не прыжки сознания, которые мужчина не в состоянии понять, как ты отсюда попал и сюда. Вот эти неожиданные проходы, они как раз вот оттуда. Вот это цех. Тогда, когда мы об этом говорим, мы понимаем, что символизируют два херуви, херува, херувимы, да, по-русски в таких случаях говорят, но их там два, которые над ковченом. Как раз они в данном случае говорят про нисхождение вот этого высшего не инструментального разума свыше. херувимы. А так как херувимы, опять же, не забываем никогда, что херувимы – это небесные создания. причем, то есть это как раз то, что дано человеку свыше. Через пророчества, через Тору, через некоторые вещи, которые не имеют отношения к инструментариям. По этому поводу херувимы на первый взгляд обозначают именно вот это, если мы говорим, еще раз, если мы говорим о храме как об аналоге к человеку. То есть в некотором смысле херувимы – это тот самый венец, который над человеком. это знание и разум, который превосходит знание данного человека. То есть каждый человек, у него есть больше, чем в нем есть. И у нас получается довольно интересный момент, что человек не компьютер в той части, что в компьютере есть довольно важное место, что положил, то и взял. из компьютера нельзя взять то, чего туда не положил. Регулярно из головы человека можно вытащить то, чего туда не клали. Оно вот как бы более фундаментально. по-моему, пора кончать. Но я сразу хочу сказать еще одну вещь. Почему-то… Это не то, что вы думаете, это не коронавирус. Это я просто говорю. Почему-то мало обращают внимание, ну кроме тех, кто изучает эту тему, которая много как раз на это место обращает внимание, что в храме Соломона было еще два херуба. И вот здесь начинается действительно интересно. Что делали еще два херуба в храме Соломона? Это любопытный момент, о котором Хмальбин говорит, конечно же. Причем он ссылается почему-то на рамбана, но мне этот рамбан неизвестен, на которого он ссылается. Более того, я со всем моим инструментарием не могу найти такого рамбана. Тем не менее, есть еще два херуба, которые были… И вот здесь интересный момент. Они были в храме Соломона, и о них говорит, например, Оргахаим в комментарии к недельному разделу Тума. И его действительно интересует вопрос, почему этих двух херубимов были у Соломона и не было в Мишкай. Ир, а где они были там? Они были в Святая Святых. То есть на Ароне было четыре, а не два? Ароне было два. Еще два стояли рядом. На полу, ноги на полу, высота десять локтей, то есть пять метров, да? Четыре восемь. Всегда считаю локоть. И схожу из локтя по четыре восемь. Ну, то есть сорок восемь сантиметров, ну, полметра считаем для простоты. Значит, пять метров высоты. И крылья у них были над ковчегом и до стены. То есть два таких херуба. Обращены они были не друг на друга, как херубимы на ковчеге, которые обращены друг на друга. И понятно, что это два как бы, это два брата, те, которые херубимы над ковчегом. Причем, надо сказать, что они не поименные и не символизируют конкретных имен, которые те, которые херубимы над ковчегом. А вот те, которые херубимы стоят на полу и головой почти до потолка, и крылья от стен и стены, то это понятно даже, что за ангелы. Потому что у нас два ангела с ногами на земле, а головой до небес. И это понятно, что небесный секретарь, извините, небесный канцлер, который идет сверху вниз и обратный ангел, который идет снизу вверх. А небесный, как бы это назвать, премьер-министр, исполняющий… Это про метатрон, да? Ну, доносит земли на небо, наоборот. Как известно, этот самый Репхайм Виталь… А, Вецхайм это есть даже. То есть, тогда Ри у нас получается. Хотя тоже Репхайм. Значит, говорит, что тех ангелов, имена тех ангелов, которые не бывают человеческими именами, произносить не следует. Даже во время учебы. По этому поводу Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль… Кто там у нас еще есть? Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль. Да? Все? Все. По-моему, человеческие имена других имен ангелов не дают. Вот. Этим можно, а остальные нельзя. Вот. Даже во время учебы. Значит, один из них Сандаль, но я не полностью произнес это имя. Это который с небес, с земли на небо, а второй около трона, тот который мета-ментетет, его обозначает, принято. Понятно, что слово греческое. Мета-окло-трон – это трон. Это небесный кантик. Министр, который оттуда-сюда, а второй отсюда-туда. Значит, тот, который Сандаль, тоже я не полностью произнесу. Он тот, кто вяжет короны из молитв людей. Вот одно из таких обычных описаний. Но, опять, вот эта связка, она там, ну, как-нибудь в другой раз расскажу, если мы еще раз встретимся, я как-нибудь в другой раз расскажу эту связку. Но у нас получается следующее, что в святая святых у нас находится как бы мозг и связь мозга с тем, что выше мозга. Если хотите, так как я предполагаю, что большинство из вас знают про две дополнительные души, которые связаны именно с пророчеством. Это Хая и Ехида. Вот. Как раз вот эти два хирурга, которые на ковчеге, которые не рядом, а которые на, они как раз вот про эту часть души говорят. То есть маникают на нее, если мы говорим о храме как о человеке. В результате у нас получается, что, по крайней мере, про голову мы поговорили. Значит, понятно, что я опустил кучу деталей просто потому, что вторгаться в некоторые темы, мне кажется, что это нас далеко заведет слишком. Потому что, еще раз, Мальбем довольно прочно здесь опирается на колесницу Ехэскеля и пишет про нее, но мне кажется, что это будет просто лишнее. за все вопросы я готов ответить. Если нет... Нет, а у нас есть какая-то возможность об этих деталях самим? Ну, вы можете просто открыть Мальбемы и почитать. Я же просто рассказываю как бы одну конкретную статью, то есть довольно длинную, у меня это где-то 13 страниц, нет, больше 18, по-моему, страниц. Вот так. Я просто опуская некоторые детали очень кратко рассказал половину первой части. вот этой статьи. Потому что дальше, естественно, проще, потому что дальше говорить о конкретных вещах, но начало, оно, ну, как в таких случаях говорят, колхот шлот кашот. Всякое начало трудно, да? Начинать всегда трудно. Вопросы есть? Не знаю. Материал сложный. Народ будет думать. Слишком сложный, да? Проще. Сказал слишком сложный. Подожди. Слишком это ты добавил. Я сказал сложный материал. Сложный. Сложный. Мне почему-то когда-то показалось, что это довольно просто и ужасно симпатично. Мне это всегда очень нравилось все. Вот Мальбом вот здесь мне очень нравился. Вот два человека из того мира 19 века. Был Мальбом и Рав Гирш. Такой Рав Синчер Рафаэль Гирш. Которые, они отличаются друг от друга принципиально абсолютно. Это совершенно два разных человека. Совершенно по-разному мыслящие. Но, скажем, Рав Синчер Рафаэль Гирш. Он писал на немецком свой комментарий сразу. На иврит он был приведен только в 90-е годы 20 века. И что просто восторг всех, кто его читал, был, ну, просто оба побрачить восторг. Синчер Рафаэль Гирш. Потому что это действительно хорошо, красиво. Он символичен. У него символические довольно часто комментарии. Но его символизм не аллегристичен. Его символизм очень земной и очень ясный. И когда он говорит о символах, ты понимаешь, это не просто символ, а это название просто регулярно. Вы можете сказать, что имя человека это символ этого человека. Но на самом деле имя человека это не символ, а указатель на некоторое явление. Правда, да? Вот когда там говорится, что солнце символизирует, ну, не важно что, но символизирует, договорились. Это в пиквы мышления. Но солнце как имя, оно не символизирует свет. Правда? Оно указывает свет. Так вот символизм Рафаэль Гирш, он именно именной вот такой. Именно вот этим он хороший. Потому что он указывает имена явлений таким способом. И в этом отношении Рафаэль Гирш, он действительно великолепен абсолютно. И его там все рассуждения о жертвоприношениях, о том, почему, когда, какое жертвоприношение и умение обратить внимание на ту деталь, на которую надо обращать внимание, наверное, до сих пор никому лучше по этому вопросу именно вот с умением назвать, чем одно отличается от другого и почему в этом случае так, а иначе лучше него не сделают. Ну, вот на мой вкус никто. Может быть, я не все читал уже по этому поводу. Но вот он именно вот этим подходом символа как имена, он не так это формулирует, но я то самое, он, ну, мне кажется, совершенно бездательным. И Рафу Мальбим, который очень хасидский комментарий, при том, что он, кажется, не был хасидом никаким, а есть, но он был ребе для венгерских евреев и для словацких евреев. Он был такой агроссер ребе, агроссер ребе, и его книги читают, и его комментарии супер классика до сих пор, и с ним все в полном порядке, причем настолько с ним было в порядке, что его просто изнасиловали заставить написать комментарий к Хумаше, он начал комментарии, как все, на самом деле, это делают нормальные люди, он в молодости начал комментарии с Магилот, с Пяти Магилот, в могилах книги Рут, первый его комментарий был книга Рут, которую потом он полностью взял назад и сказал, что он признал, что он не прав в этом комментарии был, но это в молодости, а это в старости. Когда он кончил комментарии на весь Нах, на Виим и Кту Виим, то к нему приставили вот ножом к сердцу и заставили написать комментарий на Хумаше. Он долго кричал, что он не хочет это делать, его просто заставили. Он нашел блестящий выход, он вначале написал комментарий на три галактических мидраша книги, первой была книговая икра и комментарии сифры, потом он написал, к сифрам, извините, потом он написал комментарий к Мусите на Хмот и сифрам на дворе. Он написал комментарий. А потом он все-таки решился дополнить и дополнил негалактическим комментариям все это для того, чтобы довести работу до конца. В результате появился комментарий на Бориши и дополнение, вот одно из которых я в данный момент зачитаю, дополнение к книге Шмот к негалактическим частям. То есть там история выглядела так, но его просто заставили сделать, но просто народ хотел. Но согласитесь, что надо быть очень хорошим актором, чтобы тебя заставили сделать работу, которую ты делать не хочешь. Ну вот так. Значит, понятно, что дальше проще, потому что, когда мы говорим о голове, и как нам высказался артист броневой, голова – дело темное, науке неизвестное, науке не подвластное, да? Ну вот то же самое. Когда мы говорим про святая святых, куда кое освящение входит раз в году, да? А кто еще туда входит, знаете, да? А входят туда еще ремонтные работники. То есть кроме Коэн Гадоля с Кторот. Кторот, я хочу обратить внимание, что Кторот – это элемент грудной клетки. Там шерфинг для Кторот стоит. Он вдруг вносит из олам вина, из мира инструментального разума входит в мир неформального разума, да? Но еще туда входят работники, чтобы это починить. То есть нейрохирурги. Такой же туда никто не входит. И разум. Ну вот, на сегодня… Если можно, такой вопрос. Если я как бы правильно понимаю, вообще, ну как бы идея храма, да, тоже совсем непростая и непонятная, каким образом храм может поместить Всевышнего, да? Что он должен сделать сенсум и каким-то образом там проявиться в качестве шхены. А здесь получается как бы обратное… Ну, не Всевышний, а Шхена. Все-таки… Ну, хорошо, Шхена. Беседа, Шхена. Вы и Шхентей. Я напоминаю формулы. Аккуратно, молитвенные формулы, они же важнее кучи рассуждений. Вот то, что есть в Сидуре куда прочнее относятся к миру, чем то, что есть в умных книгах. Сидур, он важнее. И если, скажем, «Лешем вихуд куча бреху Шхентей» для единения Святого Благословенного и его Шхины, то вы должны понимать, что Святого Благословенного и Шхины должны быть разделены, по крайней мере, в нашем мире. Шхина – это явное пребывание Всевышнего, это концентрированная душа, грубо говоря. некоторый, вот, прогиб неба к земле. Причем я хочу обратить внимание, не прогиб земли к небу, а именно прогиб неба к земле. Именно там, вот в эту сторону. Окей. Но, доканчивая, как бы, идея, сейчас, когда мы делаем такое очеловечивание храма, то получается, что мы храм запихиваем в человека, в его органы? – Нет. Нет. Мы, как раз, собираемся проделать ту же самую работу, что и проделываем с миром. Мы, на самом деле, настраиваем еще один камертон, который… Я хочу объяснить, это не магия. Вот магия – это, если я говорю, простое определение магии выглядит так. Я выполнил такой-то обряд и в результате получил то-то. То есть это вот такое вот чисто альтеритмическое действие. Значит, я прочел наговор над, я не знаю, мочой молодого поросенка, дал выпить любимой, и она меня полюбила. Куда она денется, да, потому что это магия. – После такого, понятно, деваться некуда. – Ну, я не знаю, я никогда не имал дело с такими вещами. Вот. Но это магия. Храм – это все-таки не магическая вещь. Как писал по этому поводу Розенцвайк, такой вот был, это начал XX века, он говорил, что разница между магией и молитвой состоит в том, что молитва может быть отмернута, а магия не может быть отмернута. Вот. И, по-моему, это очень хорошо, это действительно замечательная мысль, что молитва, может быть, не услышана. Вот это вот довольно важная вещь. Так вот, храм – это все-таки не магия, а это некоторый еще один камертон. Причем, человек, будучи маленьким, но его влияние на мир, оно тоже маленькое, это в его окружении опять братовская мысль по поводу того, что каждый человек является Рэбе в том объеме, в каком он может быть. Дети, жены, женщины, может быть, соседи, если побольше, деревня, ну и так далее. Человек, как камертон, он очень маленький, его влияние на мир, оно окружено его пространством. Храм – это уже пространство народа, и это уже влияние народа на мир. И, соответственно, звучание этого камертона и его отклик свыше, оно совершенно другое. Причем, и вот здесь начинается самое интересное, потому что, понимаете, 22 тысячи человек не думают, многоголовая и толпа не думает, да? Вот это вещь, которую, когда говорят про 22 тысячи человек или шиши в рябе в Исраэль, то есть шесто тысяч в Исраэль, то все время забывают, что толпа многоголовая думать не умеет. Вы не можете сказать, что здесь кто-то думает. Тем не менее, вот храм – это как раз то, что позволяет 22 тысячам человек работать как единый механизм. То есть вот это объединение, оно здесь действительно довольно существенно. И ответ вот этого камертона, он же не подконтролен никому конкретному. Он подконтролен непонятно состоянием народа Израиля, да? Вот это довольно важный момент. Вот это вещь, которая инструментально… Обратите внимание, что вот давайте я по-другому готов сказать. Народ не обладает инструментальным разумом. В принципе, как таковым. Это царь может им обладать. Но вот, например, первосвященник обязан действовать так, как будто он его не имеет. Первосвященник, он не даром год, он должен выполнять вот так и так. Логики там ни при чем абсолютно. В действиях священников нет логики. Они не должны руководствоваться логиками. И не случайно кто-то из греков, побывав в Иерусалимском храме, заметил, что это храм молчания. Внимание, там был хор левит. Но его больше всего потрясло то, что коины, когда выполняют службу молча, вот тогда как, например, для греческого храма и для римского формулы молитвенные при любом действии – это вещь строго обязательная. Нарушение формулы вообще заставляет произвести все жертвоприношения в римском храме сначала у Рима. В еврейском храме молча. Ровно потому, что коины для храма являются предметом утвари. И это легко доказывается. Я хочу напомнить вам, что левиты и коины, как в Мишкане, равно как сосуды, были помазаны шамом Гамишха в одинаковой степени. Чтобы сосуд храмовый стал храмовым, он в те времена должен был в начале, во времена Мишкана должен быть помазан шамом Гамишха маслом с благословениями специального состава. Точно так же поступали с коинами. То есть это еще один клин. По этому поводу коин как раз в храме является инструментом таким же, как любой другой. И это надо хорошо понимать. Точно так же народ для храма, он не имеет инструментального разума. Он не руководится логикой, он не руководится ничем. Это тот самый разум святая святых. Это совершенно из другой области. И храм в этом смысле для народа как раз является в некотором смысле вот этим, ну так как центр у него святая святых, является тем самым высшим разумом. Что любопытно, тогда мы понимаем, вот в свете всего, что я только что сказал, тогда мы понимаем позицию Ягуда Галеви. Всегда говорю, слушайте поэтов, они лучше некоторые вещи понимают, чем ученые. Ягуда Галеви, который говорит, что храм, он заставляет народ становиться таковым, какой он есть. Благодаря всему, что с ним связано. И подниматься на другую ступень, он как раз отлично понимает, о чем говорит. Он говорит про то, что дано не разуму. Разум – это еще один инструмент, но это инструмент для поднятия вот туда, высшим каким-то способом. Через сердце инструмент, инструментальный разум человека влияет на тот разум, который ему не подвластен. Вот это очень важная вещь. То есть инструментальный разум является инструментом для строения личности, но не является личностью. Вот это, вот это надо, вот это то, чего Мальбер пытается и не только, ну и все на самом деле пытаются сказать, что личность – это не только разум. Это только у Рамбома личность и разум в Гайнугах. Но Хиздай как раз-то спобедил полностью. Все прекрасно понимают, о чем он много раз говорит. У него полкнижки посвящено ему главной. И именно этой теме, что человек не властен над разумом. При этом властен над логикой, властен над мыслью, но не властен над разумом. Это очень важный момент – власть над мыслью, но не властен над разумом. Это надо понимать. И Храм – это как раз вот та самая часть, которая словами не выражается. Как раз она должна влиять, на нее влияет эта часть народа. И когда мы говорим «народу стань лучше», народ говорит «ага», «угу». Что произошло, мы узнаем в Храме, потому что без этого не узнаем. Совсем я вас запутал и замучил, по-моему. Ну, частично да. Окей, господа и дамы. Материал для обдумывания у вас был в течение полутора часов. Он также будет в записи. Хорошо? Мы говорим до свидания, до следующего раза. Спасибо. Спасибо. Спасибо.